Здравствуйте! Это 240 выпуск студенческой миграции в Австралию. Я, пожалуй, посвящу вопросам, которые, может быть, являются не персонифицированными, а общими. Ну и, слава богу, значит, они могут пригодиться гораздо большему количеству людей. И эта информация должна быть принята для общего сведения. Это мое личное впечатление от последних событий. Я не претендую на инстину в какой-то конечной инстанции, но просто эти вопросы, по всей видимости, назрели. Первым вопросом я бы хотел объяснить, что я считаю основной мотивацией студенческой, эмиграции в Австралию. По всей видимости, из-за этого у нас иногда складывается недопонимание с департаментом эмиграции, в частности, с посольством Австралии в Москве. Но люди должны понять одну простую вещь. И не только работники посольства, и не только работники департамента эмиграции, люди весьма далекие от того, чем живет, в кавычках, русский рынок, Россия, россияне, ну, также жители других республик бывшего Советского Союза. Речь идет о том, чтобы вы, уважаемые зрители, вообще как-то понимали, вы, наверное, подспудно как-то понимаете главную мотивацию. Но главная мотивация – это совсем даже не обучение в Австралии, это не эмиграция даже в Австралию, на что такой делают упор работники посольства иногда. Это даже не эмиграция из России, хотя, по идее, для грамотного человека, по всей видимости, это и должно было бы быть основной мотивацией. Это, скорее всего, стремление более хорошей жизни, лучшей жизни, стремление получить безопасность жизни, реализовать свои возможности. И вот это, такое понимание должно, может быть, как-то объединить наши усилия и посольства, и департаменты эмиграции, и мои, и студентов, чтобы вот эту вот ядерную энергию, энергию, близкую к взрыву, направить в правильное русло. Бесполезно бороться с Рамзесом, бесполезно бороться с явлением эмиграции из России или стремлением людей приехать в Австралию и жить в этой стране, пока не убрана эта главная причина. Убрать эту причину можно только, подавив естественные рефлексы в человеке, что, в принципе, невозможно, или как-то исправив ситуацию, например, в России. Ну, или ухудшив ситуацию в Австралии, чего, конечно, мы не хотим и не допустим. Вот. Но, к сожалению, исправление ситуации в России – это долгий, если вообще возможный, процесс. И отнюдь не моя задача. Я, собственно говоря, не могу этого сделать и никакого влияния на ситуацию в России не имею. Это вопросы к правительству страны, к основной массе населения страны. И, скажем так, такие проблемы, которые стали сейчас перед Россией, не решаются даже в рамках одного-двух десятилетий. Соответственно, для людей, которые еще достаточно молоды и полны сил, для того, чтобы изменить свою ситуацию к лучшему, к сожалению, если не идти на сделку с совестью, надо из страны уезжать. Если Департамент иммиграции, посольство Австралии считает, что эти люди, которые имеют очень сильную мотивацию, которые молодые, которые грамотные, которые вообще-то в любом обществе являются главной движущей силой и налогоплательщиками, если хотите, то есть финансовой основой любого государства, если Австралия не нуждается в этих людях или Австралия, скажем так, нуждается в ограниченном количестве этих людей, надо ясно и понятно давать, как говорится, понять, кого конкретно хочет видеть Австралия и делать это в долгосрочной перспективе, чтобы у людей не складывалось впечатление, что правила игры меняются во время самой игры. И второе, надо создавать условия, чтобы эти люди, которые приехали на обучение в Австралию, имели возможность найти свое применение в третьих странах. Если не в Австралии, то уж явно не в России. До действительности многие, может быть, половина из тех, кто едет сюда, рассчитывают каким-то образом поправить свое хотя бы материальное положение в России, получив это образование и вернувшись в страну. И я не хочу особенно спорить с этим мнением, просто как человек достаточно опытный, умудренный, который жил в нескольких странах, кроме России и Австралии, могу сказать, что вы можете в материальном плане поправить свое положение, но, как говорится, даже жемчужины в дерьме быть нехорошо. Никто не отрицает, вы жемчужины, наверное, и все будут это видеть, но находиться вы будете все равно в России. Поэтому, в конце концов, обучившись здесь, потратив на проживание в этой стране от двух до пяти лет, а достаточно, может быть, и трех месяцев, вы будете заражены этой страной. И, приехав обратно, вы в действительности, может быть, будете, как говорится, бета-офф, то есть у вас будет лучше материальное положение, но ведь материальное положение – это еще не все. И вот в этом случае могу вам гарантировать, у вас будет определенный дисбаланс между тем, что вы ожидаете от своей жизни и что у вас есть. Вот это, к сожалению, главная мотивация всего этого процесса, который мы называем и студенческой эмиграцией в Австралию, и вообще эмиграцией в Австралию. И я хотел бы очень, чтобы все это понимали. Проблемы никогда не закладывались в отдельных людях, таких как Рамзес или в проекте Рамзес. Ничего подобного. Мы появляемся в момент, когда в действительности, в обществе, в бизнесе что-то не в порядке. Если не в порядке что-то с миграционными, образовательными агентами, если люди в бизнесе уже нарушают все морально-этические нормы, обязательно появится какой-то Рамзес, который будет с этим бороться, и не один. И бороться с Рамзесом – это значит защищать всю ту ненормальность, которая сложилась в обществе, то есть сложилась в бизнесе, который мы называем обучение иностранных студентов, в данном случае русских, в Австралии. И бороться с этим явлением – это, по меньшей мере, неправильно, а по большей мере – это просто выступать на стороне тех, которые, в общем-то, принижают эту великую страну Австралию и ведут себя крайне аморально и неэтично. Аморальность и неэтичность этих людей я уже несколько раз показывал с помощью, опять-таки, документов, с помощью рассказов своих студентов. Но если есть желание, тогда люди, просто приезжая сюда, будут рассказывать о конкретных фактах. Я думаю, что вот таких бомб никому не надо, потому что такие бомбы уже есть под любое из этих агентств, так называемых динозавров, обучения в Австралии. Если их обнародовать, я не думаю, что это послужит кому-либо на пользу, кроме меня. И я их не обнародиваю только потому, что есть какое-то желание все-таки не слишком раскачивать эту лодку. Потому что, узнав в действительности, чем эти люди занимаются, и глубину, скажем так, неэтичности их поступков, люди могут задуматься, а не играет ли посольство, департамент эмиграции с ними заодно. И тогда образ Австралии очень сильно потускнеет, потому что дружить с такими людьми, они, в общем-то, кичатся этой дружбой. Дружить с такими людьми значит марать самого себя. А кроме Австралии есть Новая Зеландия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и много других приличных стран, которые уже таки не говорят по-английски, но это есть и Франция, и Германия и так далее, и так далее. То есть я бы лично хотел, чтобы люди ехали, достойные люди ехали учиться в Австралию, поднимали экономику этой страны тем, что они опять-таки платят деньги за свое обучение. И в конечном счете часть из них, лучшая часть, оставалась в стране. Но если стране эти люди не нужны, то будет найдена дорога в другие страны. Но выиграет ли от этого Австралия? За последний год количество иностранных студентов уменьшилось на 10 тысяч человек, несмотря на все эти стримлайны и прочие попытки. Более того, может быть даже пересмотрена позиция многих эмигрантских кругов о поддержке либористской партии. Потому что если будет со стороны либеральной коалиции какие-то действенные предложения о том, чтобы исправить ситуацию, боюсь, что многие комьюнити, они просто будут поддерживать оппозицию. Для нынешнего правительства либористского это будет крах, и крах как минимум лет на 9-12. Об этом я, кстати, буду завтра говорить и с Крисом Боуэном, министром эмиграции, и с Джейсоном Клером, который министр внутренних дел и охраны границ. И это люди, которых я считаю своими друзьями. Я буду об этом напрямую или косвенно говорить завтра. С Джулией Гиллар у нас будет встреча, и я на эту встречу приглашу. Кому-то нравится, кому-то это не нравится, но вот такие вот у меня друзья. И это совсем не тот уровень, коррумпированный в России, когда ты можешь ногой дверь открывать. Но все-таки у меня уже есть право быть выслушанным. И поверьте мне, я умею, когда надо, аргументировать свои мысли. Следующий вопрос, это вопрос о спонсорстве. Посольство, как вы уже знаете, я подавал на спонсорство двух человек. Посольство, в общем-то, дало этим людям отказы. Это очень неприятно. Это доставляет задуматься о том, каким образом действовать в будущем. По всей видимости, нету какой-то особой злой воли, но подумать совершенно здраво. Можно прийти к выводу, что по всей видимости, надо действовать немножко другим путем. Надо создавать нам всем, естественно, при моем непосредственном финансовом участии, надо создавать какие-то неприбыльные организации, некоммерческие организации, которые бы выступали спонсорами студентов. То есть все люди, в том числе и я, наверное, сейчас пока в основном я, могли бы выделять деньги для спонсирования студентов, но через эти организации. И объясню вам, почему. В этом случае весьма возможно то же самое посольство Австралии «Вольно или невольно защищает мои интересы». Понимаете, если человек приезжает сюда, и человек приезжает сюда с недобрыми намерениями, а, понимаете, не зная человека досконально, да может быть, когда думаешь, что человека знаешь, может такое получиться, что человек будет твою помощь использовать очень неправильно. Он может, предположим, как-то финансово даже тебя наказать. То есть если человек потратит больше или каким-то образом потратит нецелево, скажем так, эти деньги на свое обучение, в итоге этот человек, который его спонсирует, в данном случае я, окажется в большой проблеме. И, может быть, это было одной из причин таких отказов. В данном случае надо, конечно, обсудить эти вопросы и с посольством, и с департаментом иммиграции, и юридически все это осмотреть. Но, видимо, создание таких обществ поддержки студентов было бы более правильным путем. Наверное, я этот вопрос обсужу со своим юристом, с агентом, который ведет мои дела, с Женей Киселевым, с миграционным агентом, тоже посоветуюсь в этом плане, и посоветуюсь с людьми, которые входят в правительство Австралии. Может быть, они каким-то образом дадут правовую оценку и отрегулируют этот процесс. Я не думаю, что посольство так уж сильно не любит меня, чтобы идти на такие отказы, и как-то плохо относится к самой идее спонсирования студентов. Но на данный момент это спонсирование немножко забуксовало, и я вынужден об этом, как говорится, вам сказать открыто. Почему я к этому вернулся, к этому сейчас пришел? По всей видимости, потому что были заданы несколько вопросов, которые можно свести в целом к одному вопросу. Почему русских не любят в Австралии? Русских не любят в Австралии, потому что другие русские, там, в кавычках, не в кавычках, себя не очень этично и хорошо в этой стране проявили. Я уже несколько знаю случаев, и это опять-таки к вопросу еще о русских невестах, почему русских невест не любят здесь. Я на несколько случаев, когда женщины выходили из иностранцев замуж, затем отбирали их до нитки, делали фальшивые заявления о том, что кто-то их там обидел, пользовались поддержкой так называемых русских кругов, типа базирующихся на Бандае, и выигрывали дела, потому что с этими людьми просто никто не связывался по-серьезному. А мужчины оказывались, их и выбирали как более безвольных, более слабых, может быть, с какими-то, может быть, комплексами, явно не бойцов, которые могли бы за себя постоять. В итоге люди уходили от борьбы, люди не связывались с этими невестами, женами, и в итоге репутация этих русских невест, не этих конкретно, а вообще как феномен такой русская жена, очень сильно была подорвана репутация, и даже были такие вопиющие случаи и не раз, вот последние буквально слышал сегодня, когда люди привозили своих родителей, матерей в основном, вешали этих людей на шею своим мужьям, делали через мужей вначале спонсорство своим матерям, и потом оплачивали им чуть ли не омоложение в салонах красоты, и бедные мужчины платили за омолаживание 70-летних матерей, своих жен по 20-30 тысяч долларов, и в общей сложности такие люди попадали на сотни тысяч долларов, если вы считаете, что такая репутация русских невест и вообще русских людей пройдет незамеченным в этом обществе, то вы глубоко ошибаетесь, это становится известным всем, и против такого вообще против Сарафанова радио бороться очень трудно, это видят все визави конкуренты, то есть люди, молва, молва идет очень далеко, идет очень быстро, это обоюдоострый меч, но в умелых руках он беспощаден и непобедим, в данном же случае бедные эти мужчины, которые грубо говоря попали, очень серьезно попали, они просто рассказывают, что с ними случилось и следующие соискательницы руки, сердца этих австралийских мужчин попадают в ситуацию, когда им очень трудно завоевать доверие и в этом случае не надо винить мужчин или австралийское общество или кого-либо еще, вините своих старших подруг, которые сделали такую репутацию. Видимо, из-за этого и отношения к русским вообще не такое, какое бы должно было быть. И вот, что самое обидное, что среди моих студентов много очень замечательных просто замечательных людей. Я даже знаю людей, которые может быть имели какие-то темные мысли, приезжая сюда, как говорится, были достаточно мутноваты, но в итоге люди из-за того, что к ним отнеслись хорошо, из-за того, что страна такая замечательная, из-за того, что просто сама обстановка делает неэтичные поступки неприятными, неприятными даже и комфортными даже для тех, кто их собирается совершать. Люди как-то исправляются, по всей видимости. И наши ребята это в действительности в основной своей массе очень достойные люди. Но, к сожалению, на нас вот это вот пятно распространяется тоже. И доказать какому-то бедному пакистанцу, который в действительности женился и все отдал для своей, как он считал, семьи, вот получить такой нож в спину этот человек совершенно имеет полное моральное право вот так относиться ко всем русским. Мы привыкли обобщать и это естественно защитная наша реакция. Но вы должны просто понять, что таких случаев сотни, может быть даже тысячи. И когда вы задаете себе вопрос о том, почему русских не любят, вот вам ответ. и по всей видимости из-за этого и все-таки даже наша дорога в студенческую миграцию в Австралию достаточно сложная. Последний вопрос, который я хотел бы затронуть, это интервью. На данный момент из всех пакетных виз, которые у нас были, мы получили только один отказ. я не буду считать 570 визу и спонсорство. Я говорю просто о нормальных заявителях, которые нормально без спонсорства подавались на студенческую визу. Я считаю, что есть несколько причин, почему был отказ и почему отказы могут быть в будущем. частный очень маленький такой случай, но который, к сожалению, в общем-то, достаточно распространен. Это когда люди живут де-факто и женятся либо непосредственно перед подачей на визу, которая подразумевает зависимых аппликантов, то есть членов семьи ехать с вами. И также я хотел бы сказать, что скоропалительный брак или просто оставание в этом режиме де-факто они как бы одинаково как бы триггеринг, немножко выглядят подозрительными. Не могу советовать, что лучше так и оставаться де-факто и подтверждать свои отношения или делать брак, но опять-таки подтверждать свои отношения. Понимаете, в свете Майкл Найт ревью, обзора Майкла Найта, его доклада, там очень много внимания уделялось именно вот таким скоропалительным бракам. Поэтому и департамент эмиграции, и посольство очень-очень-очень осторожно и подозрительно на это все смотрят, вы должны просто принять это к сведению. Более общий вопрос, это ваша неуверенность на интервью. Когда вы проводите интервью, вы должны его отрепетировать, вы не должны быть пойманы врасплох, потому что когда вы ведете себя неуверенно, любому человеку покажется, что вы что-то скрываете, вы не сразу отвечаете на вопросы, вы отвечаете сбивчиво, вы отвечаете не по делу, то есть не отвечая на вопросы, а говорите о чем-то другом. Все это записывается и в режиме аудио, и записывается как стенограмма, и это все переводится и доводится когда надо, доводится до сведения старшего миграционного офицера, который принимает решение, ну ему уже это решение в общем-то дают в предварительной форме, поэтому вот эта вся неуверенность, которая идет к тому, что вы во-первых боитесь авторитета, то есть вы боитесь каких-то служб, это в русском человеке, страх перед властью, в данном случае для вас посольство это огромная власть, это интервью наверное первый серьезный и какой-то барьер который вы должны преодолеть на пути вашей студенческой эмиграции в Австралию и вот именно понимание этого вместе с свойствами русской души бояться власти приводит к тому, что вы буквально дрожите на этом интервью, чтобы этого не было вы должны во-первых понимать я делал рассылку о том как вообще проходить интервью это были научные статьи в которых говорилось о том как вообще совладать с этим психологическим аспектом как как в общем обучают работников посольства вести допросы потому что умение допрашивать не просто проводить интервью а именно устраивать допрос это то чему этих людей учат не забывайте что вообще-то посольство находится под двойным подчинением и вторая вторая организация которая контролирует посольство это департамент иностранных дел и торговли это та самая организация то самое министерство которое контролирует все спецслужбы Австралии это люди которые в будущем в общем-то зачастую не гражданами Австралии а гражданами России это люди которые специально обучены имеют специальное образование или скажем так обучались на дополнительных курсах как вести интервью как вести допрос вы работаете с людьми которые глубоко профессиональны в этом деле так уж по крайней мере постарайтесь психологически сами себя подготовить попытайтесь с вашими мужьями с вашими друзьями провести с ребятами которые уже проходили как раз интервью попытайтесь получить максимум информации потренироваться и не раз и не два потому что когда вы разговариваете с той же самой Олей Сотской или разговариваете с Юлей Харп или разговариваете с любым офицером вне зависимости кажется вам что офицер благорасположен к вам или он сильно жесток в любом случае вы должны себя вести ровно уверенно потому что можете сколько угодно жаловаться на посольство но за ту неуверенность которую я порой слышу а порой я имею и аудиофайлы ваших бесед там просто очевидно что в американском посольстве вы бы не продержались и пяти минут с такой неуверенностью вне зависимости от того какие у вас есть документы на руках был бы у вас неминуемый отказ я очень вас прошу на кону стоит ваша жизнь на кону стоят ваши мечты ваши помыслы постарайтесь не относиться ко всему этому как бы небрежно постарайтесь все-таки доказать офицеру посольства постарайтесь доказать в конце концов самому себе и окружающим доказать стране которая согласна в принципе вас принят на обучение и может быть в будущем на эмиграцию не знаю постарайтесь доказать что вы человек уверенный в себе что вы человек достойный что вы не лжец что вы не преступник ведь шутки шутками но в австралии в действительности люди верят что однажды может такое случиться что приедет человек который взорвет себя где-то в толпе народа этот человек скорее всего не будет уроженцем этой страны потому что я что-то очень мало верю что в этой стране есть люди способные на такие крайние акты террора но это будут люди которые приедут и которые пройдут по всей видимости в интервью в одном из посольств и это будет страшный удар по этому посольству где такой человек пройдет это будет страшный удар по тому офицеру который допустит этого человека в страну и по крайней мере застраховать себя от вопросов почему зная это и видя это ты все-таки выдал визу это в общем-то серьезный вопрос поэтому постарайтесь если не быть лучшими то по крайней мере выглядеть гораздо лучше других которые идут со всякими другими компаниями идут сами по себе постарайтесь все-таки подготовиться потому что разговаривая с вами я же точно знаю что или по крайней мере я гораздо лучше знаю чем иммиграционные офицеры чего вы стоите и если бы в действительности среди вас были такие уж негодяи которые нанесут ущерб стране так или иначе я не буду говорить о каком-то терроризме но может быть подаваясь на визу беженства или нелегально оставаясь в стране этих людей я тоже считаю практически в большинстве своими негодяями вот я бы наверное остановил бы этих людей на пути в Австралию но если я этого не делаю если я верю вам то это значит что у департамента иммиграции у работников посольства гораздо меньше возможностей найти что-то другое кроме конечно информации если вы где-то там наследили где-то о вас есть информация которой я не обладаю в основном такого нет и вся причина ваших отказов именно в том что вы неправильно себя ведете на интервью вы небрежно относитесь к сбору документов вы неумело объясняете то что вами движет или по крайней мере должно двигать то что вы заявили в мотивационном письме то что вы заявили в форме 157 ай поэтому пожалуйста давайте мы не будем получать эти отказы эти отказы могут иметь далеко идущие последствия не только для вас для вас понятно что следующую визу вам будут получить уже гораздо труднее но это будет и для меня потому что я теряю в этих случаях веру в правильность того что я делаю я не хочу скажем так я не хочу давать какие-то позитивные знаки для своих конкурентов потому что предупреждаю что если я перестану этим заниматься как бизнесом я буду заниматься этим любительски в этом случае я буду просто обрушать их рынок потому что в данном случае я должен действовать строго в рамках каких-то этических норм в рамках бизнес поведения и так далее в случае если я ухожу из этого бизнеса и занимаюсь этим любительски это будет крах для многих из них абсолютно вся информация выйдет наружу все ценники все то что как говорится весь продукт производства этих машин по выкачиванию денег из людей все это будет похуже чем викиликс для американского правительства будет та информация которой я обладаю для для вот этих динозавров от образования в Австралии более того на данный момент это все таки бизнес поэтому мои друзья в австралийской политике они в общем-то с этой точки зрения мою деятельность и рассматривают если я буду своего рода правозащитник студентов и только то я боюсь что это будут самые черные дни для образовательных фирм и для миграционных агентов поэтому я бы очень им не желал чтобы я ушел из этого бизнеса потому что уйдя из бизнеса я останусь в гуще событий но тогда я буду в действительности беспощаден потому что в свое время я достаточно и мои друзья мы достаточно настрадались от деятельности миграционных агентов и их образовательных коллег и этот задор у меня еще не скоро выйдет поэтому эта информация будет в какой-то мере разрушительной для моих конкурентов тем более в тот момент они конкурентами моими уже являться не будут и вот это вот все можно избежать ребята если вы на интервью будете вести себя правильно ведь мы уже много сделали посмотрите сколько студентов едет с проектом Рамзес посмотрите что люди несмотря на все наши сомнения все-таки помогают друг другу все-таки создается своего рода община да в действительности не то что нам хотелось то есть не в той мере но все-таки она есть и это радует и вот именно прохождение вами интервью это может быть не самый главный момент вашей жизни но все-таки это первое серьезное испытание для вас и если это испытание вы не выдержите значит на конкретно вашей студенческой эмиграции в Австралию скорее всего процентов на 80 будет поставлен крест потому что не все подаются вторично на обучение Австралии на студенческую визу а из тех которые подаются вторично далеко не все получают визу опять третьей попытки не делает никто поэтому я бы очень рекомендовал вам постарайтесь пройти интервью с достоинством и по максимуму чтобы не было потом как говорится мучительно больно за бесценно прожитые месяцы и так угасшие и потерянные бездарно возможности и надежды спасибо